Военно-спортивный праздник Салют Победа Автокроссмены для всех собравшихся устроили настоящее шоу 9 мая на мотодроме Десав прошли соревнования по трековым гонкам в двух классах Спортсмены на Запорожцах и Ладах старались не столько ради результата Сколько ради собравшихся на трибуне главных гостей ветеранов Молодому поколению я желаю перенимать опыт отцов И вообще опыт жизни, работы и спорта И пока опытные автогонщики традиционно готовились к заездам Новички сезона настраивали себя и автомобили к предстоящим кругам на треке Вообще готовились где-то полгода к этой гонке Волнения практически нету, потому что много тренировались Думаю, все будет замечательно Десятикратный чемпион России по автокроссу и министр спорта Александр Фабрициус Также принял участие в стартах Уступив в первом заезде, он вырвал победу во втором Технично обойдя соперника на поворотах Финальный третий заезд он провел соревнуя со своим братом Виктором Но тот из-за технического схода не смог финишировать И Александру Фабрициусу пришлось бороться только с самим собой Победа и бронза соревнований Сегодня мне, к сожалению, лично в одном заезде не повезло Сломался автомобиль, тот спорт, который у нас есть Но успели механики починить, все сделать Остальные три заезда выиграл Думаю, что претендую на тройку сильнейших Но это автоспорт, никакого разочарования нет Спортсмены очень сильные Андрей Гирш, мастер спорта И Олег Бутаков сегодня выехал Ребята молодые студенты Сибади Поэтому стараемся проводить соревнования Потому что каждое соревнование это дань уважения И спортсменам, ветеранам наших технических видов спорта Ну а сегодня дань уважения ветеранам войны В празднике «Салют Победа» приняли участие около 25 автокроссменов Они открыли сезон и готовятся к новым стартам на треке